190 лет назад, в 1834 году, Пётр Ершов написал сказку «Конёк-горбунок». Было ему тогда всего 18 лет, и учился он на историко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета. «Конёк-горбунок» стал первым и самым известным произведением автора. Рукопись сказки Пётр Ершов показал трём своим знакомым – Александру Пушкину, Василию Жуковскому и профессору Петербургского университета, преподавателю русской словесности Петру Плетнёву. Именно он помог начинающему автору опубликовать рукопись. В том же 1834 году её выпустил близкий друг Плетнёва, издатель и книготорговец Александр Смирдин. При жизни автора сказку переиздавали трижды. К началу XX века это произведение стало классикой детской литературы. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает послушать отрывки из сказки «Конёк-горбунок» и ещё раз восхититься народной мудростью, трудолюбием и смекалкой. За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сели пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалече от села. В долгом времени аль вскоре приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь и не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, слово вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под синник. Ночь проходит, день приходит, синяка дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй вы, сонные детери, отпирайте брату двери. Под дождем я весь промок, с головы до самых ног. Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо, влево поклонился и, прокашлявшись, сказал, всю я ноченьку не спал. Похвалил его отец. Ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать примерно, сослужил мне службу верно. То есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом. Стало сызного смеркаться. Средний брат пошел взбираться, взял вилы и топор и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала. Зубы начали плясать. Он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро. Он крыльцу. Эй вы, сонни, что вы спите? Брату двери отоприте. Ночью страшный был мороз, до животиков промерз. Ночью холод был ужасный, до сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно. И ему сказал отец. Ты, Гаврила, молодец. Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет из-за всей дурацкой мочи. Раз прекрасны ей вы, отчи! Братья ну ему пенять, стали в поле погонять. Но, сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец. Говорит ему. Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, Малахай свой надевает, Хлеб за пазуху кладет, Караул держать идет. Ночь настала, месяц входит. Поле все Иван обходит, Озираючись кругом, И садится под кустом. Звезды на небе считает, Да краюшка улетает. Вдруг о полночь конь заржал, Караульщик наш привстал, Посмотрел под рукавицу И увидел кобылицу. Кобылица-то была, Вся, как зимний снег бела, Грима в землю золотая, В мелкие кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, Разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча! И минуту у луча Кобылица подбегает, Заволнистый хвост хватает И прыгнул к ней на хребет, Только задом наперед. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Хочет силой а-ля обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала, Коль умел ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покоя, Да ухаживай за мною. Сколько смыслишь, да смотри. По три утренней зари Выпущай меня на волю, Погулять по чисту полю. По исходе же трех дней, Двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне Не бывало и в помине. А еще рожу конька, Ростом только с тревишка, На спине с двумя горбами Да с оршинными ушами. Двух коней, коль хочешь, продай, Но конька не отдавай, Ни за пояс, ни за шапку, Ни за черную слышбабку. На земле и под землей Он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле. Силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван. И в пастуший балаган Кобылицу загоняет, Дверь рогожей закрывает. И лишь только раз свело, Отправляется в село. Вот он сходит на крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что из силы в дверь стучится, Чуть что кровли не валится, И кричит на весь базар, Словно сделался пожар. Братьев славок повскакали, Заикаясь и вскричали. Кто стучится сильно так? Это я, Иван дурак. Братья двери отворили, Дурака в избу впустили, И давай его ругать, Как он смел их так пугать? А Иван наш, не снимая Ни лаптей, ни малахая, Отправляется на печь И ведет оттуда речь Про ночное похождение Всем ушам на удивление. Братья сколько ни серчали, Не смогли, захохотали, Ухватившись под бока Над рассказом дурака. Сам старик не мог держаться, Чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, так оно Старикам уж и грешно. Вот Данила в дом бежит И Гавриле говорит, Посмотри, каких красивых Двух коней золотогривых Наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал. И Данила договорила, Чтоб в ногах их мочи было, По крапиве прямиком Так и дуют босиком. Отведем-ка их в столицу, Там боярам продадим, Деньги ровно поделим. Вечер к ночи пробирался, На ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идет, Ест краюшку, да поет. Вот он поле достигает, Руки в боки подпирает, И с прискочкой, словно пан, Боком входит в балакан. Все по-прежнему стояло, Но коней как не бывало. Как завоет тут Иван, Опершися балакан. Ой, вы кони бур и сивы, Добрый кони златогривы, Я ль вас други не ласкал, Да какой вас черт украл? Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал, Велика беда, не спорю, Но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, Братья конников свели. Ну да что балдать пустое, Будь, Иванушка, в покое. На меня скорее садись, Только знай себе, держись. Я хоть росту небольшого, Да сменю коня другого. Между тем городской отряд Приезжает в конный ряд. Смотрит давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Так кишмявы-то кишат, И смеются, и кричат, Городничий удивился. Что народ развеселился, И приказ отряду дал, Чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, Прочь с дороги, прочь с дороги. Пред глазами конный ряд, Два коня в ряду стоят, Молодые, вороные, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, Хвост струится золотой. Весь отряд тут поклонился, Мудрой речи подивился. Городничий между тем Наказал пристрого всем, Чтоб коней не покупали, Не зевали, не кричали, Что он едет ко двору Доложить о всем царю. И оставив часть отряда, Он поехал для доклада. Царь умылся, Нарядился, И на рынок покатился, Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали, И ура! Царю кричали. Царь раскланился, И вмиг молодцом с повозки прыг, Глаз своих с коней Не сводит справа, Слева к ним заходит, Словом ласковым зовет, По спине он тихо их тихо бьет, Треплет шею их крутую, Гладит гриву золотую, И, довольно засмотрясь, Он спросил, оборотясь к окружавшим, Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван, руки в боки, Словно пан, Из-за братьев выступает И, надувшись, отвечает, Это пара, царь моя, И хозяин тоже я. Чудно дело так и быть, Стану царь тебе служить, Только чур со мной не драться И давать мне высыпаться, А не то я был таков. Тут он кликнул скакунов И пошел вдоль по столице, Сам махая рукавицей, И под песню дурака Кони пляшут трепака, А конек его горбатка Так и ломится в присядку К удивлению людям всем. Но теперь мы их оставим. Снова сказкой позабавим Православный христиан, Что наделал наш Иван, Находясь во службе царской, Прикоднюшни государской. Как в суседки он попал, Как перо свое проспал, Как хитро поймал жар птицу, Как похитил царь-девицу, Как он ездил за кольцом, Как был на небе послом, Как он в солнцевом селении Киту выпросил прощенье, Как к числу других затей Спас он тридцать кораблей, Как в котлах он не сварился, Как красавцем учинился. Словом, наша речь о том, Как он сделался царем. Читайте книгу Петра Иршова «Конек-горбунок» И вы узнаете о приключениях Ивана дурака и его верного друга. Продолжение следует...